дорогие друзья мы начинаем новый сезон работы нашего логического кружка вот последние наши темы были посвящены проблеме мира мироподобия вот новый сезон мы посвятим такой несколько казалось бы иной теме но который как потом окажется тесно с ней пересекается значит задуман цикл таких наших встреч и занятий сегодня мы не коснемся темы математики и метаматематики затем вторая тема это философия математики основные направления потом математика как теория структур к холистическому определению структуры четвертая тема на пути геометриизации структур идея пан пространство пятая тема логические системы станислава лишневского шестая проективно-модальной антологии как метаматематический проект седьмая тема к аксиоматике эроанализа и восьмая тема по ту сторону неу и постпозитивизма на пути к новой философии науки вот такой цикл тем планируется на 2021 год если все получится вот и какая сквозная тема который будет объединять все эти как бы возможные размышления повороты это по сути в конце концов выйти на идею новой философии науки то есть в двадцатом веке философия науки прошла два больших этапа неопозитивизм постпозитивизм неопозитивисты выработали такую классическую стандартную модель философии науки вот а постпозитивисты и и начали очень сильно критиковать но не смогли предложить ничего такого же фундаментального строго обработанного как у неопозитивисты в итоге философия науки до сих пор находится таком кризисном состоянии стандартная модель была полностью раскритикована а новой модели не было предложено и главная проблема состояла в том что новую модель нужно было сделать субъектный потому что постпозитивизм самое главное что он привнес именно наличие субъекта науки да и в то же время нужно было соединить с той строгостью которые предложили неопозитивисты а по сути это субъектная математика эта математика которая строго выражается феномен субъектности как некоторую новую структуру субъектную структуру вот вокруг этой темы мы будем постоянно вращаться как бы нарезая новые образы метаматематики философии математики философии науки и как бы потом соединяя все эти средства чтобы в конце выйти на как бы новый образ что такое научное знание научная теория который включает себя стандартную модель и в то же время вот разного рода субъектные измерения поэтому вот как бы вот эти все грани они вот расположены таким образом мы постепенно будем двигаться к этому более интегральному образу научного знания который одновременно должен быть интегральным и строгий вот это вот самое главное вот ну и вот сегодня наша первая тема это математика и мета математика вот основные направления здесь давайте немножко начнем говорить об этой теме ну во первых по поводу математики что такое математика в начале считали что эта наука числе потом стали считать что это наука числе и пространстве вот но в двадцатом веке возникло такое направление математиков которые группа математиков который работало инкогнито и выступала под именем французского генерала Никола Бурбаки, вот, и они поставили перед собой такую очень неординарную, масштабную задачу создать современную энциклопедию математики на новых основаниях. И в этот подход они положили идею структуры, и вот с тех пор это, в общем-то, как бы, понятие является центральным для математики, и математика рассматривается как теория структур. Вот это наиболее, как бы, общее определение, математика, наука о структурах, теория структур. Вот, а структуры могут быть самые разные. Это могут быть числовые структуры, это могут быть геометрические, пространственные структуры, это могут быть иерархические, топологические структуры, и так далее, и так далее. Вот, поэтому, значит, вот, используя это наиболее широкое определение, начать можно так. Математика – это теория структур. Причем структуры здесь, в первую очередь, рассматриваются в чистом виде. Структура может рассматриваться как абстрактная конструкция, например, числа вообще, чистые числа, которые невозможно воспринимать органами чувств. Натуральные, например, числа 1, 2, 3, 4, 5 до бесконечности. Число 5 вы никакими органами чувств воспринять не сможете. 5 вообще. Вы можете увидеть 5 стульев, 5 яблок, 5 деревьев, но 5 вообще можно только мыслить. И вот та структура, которая может только мыслиться, она называется чистой или абстрактной структурой. И математика, в первую очередь, конечно, интересуется абстрактными или чистыми структурами. Но понятно, что эти структуры нужны для того, чтобы мы познавали реальность. И поэтому чистые структуры замечательны тем, что они могут прикладываться к объяснению реальности. А каким образом? А так, что мы можем создавать эмпирические структуры, которые такие же, как чистые, почти такие же, как чистые структуры, но состоят из тех элементов, которые можно воспринимать органами чувств. Например, числовую структуру на тех же натуральных числах мы можем использовать для счета. И считать предметы. Один стул, два стула, три стула, сопоставляя число один, один стул, число два, два стула. Тоже начнет возникать структура. Но структура уже не абстрактная, а на конкретных множествах объектов. На стульях, на камнях, на деревьях. Это будет эмпирическая структура. Она будет вести себя во многом так же, как чистая структура. Мы можем взять один стул, сложить его с двумя стулями и получить три стула. То есть операция сложения, которая определена на обычных числах, будет определена и на этих эмпирических множествах объектов. Таким образом, мы чистые структуры можем прикладывать к пониманию реального мира, как бы воспроизводя в нем или обнаруживая в нем эмпирические реализации этих чистых абстрактных структур. Но, конечно, эти эмпирические структуры, они могут отличаться более-менее от чистых. Например, чем? В эмпирических структурах никогда нет бесконечности. Если в чистых структурах бесконечно много элементов может быть, например, бесконечно много чисел, то бесконечно много стульев, конечно, мы нигде найти не сможем. Всегда будет конечное число. И поэтому эмпирические структуры, они могут быть похожи, но не полностью совпадать. Но в той степени, в какой они совпадают с идеальными чистыми структурами, в той степени чистые структуры можно прикладывать к познанию реальности, как бы в этом интервале их совпадения. Совпадение между чистыми эмпирическими структурами. Ну и, наконец, структура – это и определенный язык, который создается для описания этой структуры, ее свойств, ее законов. И когда этот язык уже развивается, там возникает теория на этом языке. Например, формулируются законы структуры. Например, А плюс Б равно Б плюс А. Для обычной числовой, допустим, структуры – это закон коммутативности. Все равно, в каком порядке вы будете складывать, например, числа. 2 плюс 3 или 3 плюс 2 – вы получите один и тот же результат. Но не любая структура обладает этим свойством. Есть некоммутативные структуры, где операции зависят от порядка расположения элементов. Поэтому нужно описать, какие законы действуют в этой структуре. Для этого нужен специальный язык, который будет обозначать основные компоненты этой структуры и основные какие-то свойства, которыми она обладает, какие-то законы, которые для нее характерны. В итоге мы получаем трехэтажную организацию научного знания. В центре находятся структуры, чистые структуры. Ниже находятся эмпирические реализации этих структур, эмпирические структуры, которые могут быть частично подобны чистым структурам. А выше находятся логические теории, которые со своим языком описывают эти чистые структуры. И все это взаимодействует между собой, образуя такой вертикальный синтез, вертикальную координацию этих трех этажей организации научного знания. Вот математика, в первую очередь, интересуется вот этими двумя верхними этажами, чистыми структурами и логическими теориями, которые описывают эти структуры. Вот этот уровень – это уже либо прикладная математика, либо уже те эмпирические науки, которые начинают использовать чистые структуры, там физика, химия, биология для описания своих объектов. Из чего состоит сама структура? Вот после работы Николая Бурбаки мы имеем три основных составляющих структуры. Это как бы экстенсивная и интенсивная части структуры. Экстенсивная часть структуры – это элементы. Элементы, на которых организована структура. То есть структуры всегда множатых каких-то элементов. Их может быть конечное, бесконечное число. Бесконечности могут быть разной мощности. Это уже разновидности структур. А интенсивная часть состоит из операций или функций и предикатов. Операции действуют на элементы структуры. Если мы элементы изобразим, множество элементов так условно, то операции действуют из элементов в элементы. Например, операция сложения действует на любые два элемента и ставит в соответствие двум элементам третий элемент. Это элементы элементные преобразования операции или функции. А вот предикаты, они в свою очередь делятся на свойства и отношения. Это другая конструкция. Например, числа могут обладать свойством четности, нечетности. Отношения, отношения равенства, неравенства, отношения порядка. Строго меньше, строго больше, меньше или равно – это отношения. Свойства – это одноместные предикаты. Они определены для каких-то одних объектов. Отношения – это многоместные предикаты. Они предполагают задействование каждый раз двух и большего числа элементов. Например, равенство А равно Б – это двуместный предикат. Вот он, предикат равенства. У него как бы два пустых места. Эти пустые места могут заполняться любыми элементами. И предикаты, они либо истинные, либо ложные. Если свойство выполняется для элемента, оно истинное. Ему сопоставляется значение «истина». Если нет, значение «ложь». Ну, вот так, если кратко, вот такая целостность, которая включает в себя элементы операции и предикаты, свойства и отношения, и всё это скоординировано между собою. И эта координация выражается в логической теории и в языке этой логической теории, которая описывает чистую структуру. Вот и есть структура. И математика – это структурный метод мышления. И это во многом и научный метод мышления. Чем принципиально учёные отличаются от любого другого мыслителя или разумного существа тем, что он везде чувствует и ищет структуры. Это как бы смысловой такой рельеф. Как бы везде он ощущает структуры. Структуры ещё называются моделями. То есть научное мышление – это одновременно всегда моделирование. Это попытка создать какую-то модель, которая бы смогла упорядочить, систематизировать факты, организовать их и найти законы этой организации, законы этой структуры. Ну вот так, если вкратце, это первый момент. Что такое математика? Математика – это наука о структурах. В первую очередь о чистых структурах. Структура – это вот эта конструкция. Элементы, операции, предикаты. И всё это описывается в логической теории. Теперь следующий момент. Математика на сегодня является единственной наукой, которая стала включать в свой предмет исследования рефлексию над собой. В этом плане это первая рефлексивная наука. То есть у всякой науки есть как бы объект исследования, который она изучает. Есть субъект, который изучает этот объект. Есть метод, способ познания к субъектам этого объекта. Вот. И в науке обычно выражают, в любой науке, например, в физике, что является главным предметом физики. Ну вот неорганический мир, в первую очередь, который изучается. Физик использует какие-то методы, способы познания, которые ему позволяют неорганический мир. Но эти способы познания не входят в физику. Кроме того, он может использовать какие-то основания. В физике есть разные уровни организации. Вот это эмпирический уровень, это теоретический уровень. Вот это эмпирический уровень, эмпирических реализаций структур. Чистые структуры и логические теории, это теоретический уровень организации научного знания. А есть еще более высокий уровень, уровень оснований. Основания науки, основания научного знания. Третий уровень, уровень оснований. У любой науки есть основания, в том числе философские основания. Физика не включает в состав своего научного знания основания, философские основания, себя как науки. Например, она не изучает законы. Она использует законы для того, чтобы объяснить физическую реальность. Но сами законы, физические законы, не являются объектом исследования физики. Это только инструменты. То есть законы используются инструментально. Если вы спросите физика, а какова реальность законов? А что такое законы? То он не сможет ответить, какое место занимают законы в его физической картине мира. Так вот, в этом смысле физика это не рефлексивная наука. Она использует методы основания, какие-то различные для построения своего объектного или предметного знания. Но эти методы основания она не включает в свой объект исследования. А вот математика впервые стала такой наукой, которая включила в свой объект исследования методы познания, математическое мышление, как математики мыслят, и основания математики, в том числе философские основания математики. И в этом смысле возник объект второго порядка. Это как бы объект первого порядка, дорефлексивный объект. А это объект второго порядка, который включил в себя объект первого порядка и методы и основания математического познания. И в этом плане эта наука стала рефлексивной. Она стала рефлексировать над собою. И результат этой рефлексии она тоже стала рассматривать как объект своего исследования. Объект второго порядка. И это единственная наука такого рода, пока на сегодня, рефлексивная наука, которую многие науки могут рефлексировать, и многие учёные – это одновременные философы, но они не включают это непосредственно в предметное своё знание. Те рефлексии, которые они производят над своим знанием, они лежат рядом. Там Вернер Гейзенберг или Эрвин Шрёзенберг, основатели квантовой механики, написали философские книжки о том, что такое философия физики, что такое жизнь, но это не является частью физики. Это философские рассуждения о физике. А вот математика впервые сделала вот эти и философские основания, и методы математического познания равноправным объектом своего исследования. А что это значит? Она значит, что она стала исследовать их как структуры. Потому что математика – это же наука о чистых структурах. И это значит, что она методы математического мышления стала представлять структурно, как чистые структуры. И ряд философских оснований математического знания тоже стала представлять структурно, как чистые структуры нового типа. И в этом плане эти структуры рядоположились с объектными структурами, числовыми структурами, пространственными структурами и так далее. Конечно, я не утверждаю, что она отрефлексировала все свои компоненты рефлексивного объекта второго порядка. Все основания, все методы. Но хотя бы часть из них она затронула и включила равноправно в объект своего исследования. Вот это уникальный феномен, который не всегда как бы до конца понимается. И поэтому та математика, которая продолжает изучать объект первого порядка, по-прежнему называется математикой. А вот та математика, которая стала изучать объект второго порядка, стала называться метаматематикой. Это примерно как метафизика. То есть примерно так же, как если бы физика стала рефлексивной наукой, она включила бы в свой состав метафизику. Потому что метафизика это примерно такой же объект второго порядка по отношению к физике, как метаматематика по отношению к математике. Вот в этом смысле это уникальное явление, которое возникло в конце 19-го, начале 20-го века. Ну какие здесь вехи на этом пути ознаменовали эту революцию, возникновение метаматематики? Да, ну давайте сначала определим. Таким образом, метаматематика это математика оснований математики. Оснований математики. Значит, а под основаниями математики можно в первом приближении понимать две как бы составляющие. Это методы математического познания, математическое мышление и философские основания математики. То есть гносиологические и более такие логико-онтологические как бы основания. Вот, и метаматематика стала создавать структуры строго, строго стала создавать структуры. Вот это то, чего тоже никогда раньше не было. Математического мышления и философских оснований математики первого порядка. Вот, какие здесь веки возникли на этом пути. Значит, в конце 19 века английский математик-самоучка, логик Джордж Буль открывает логику мышления, первую алгебру мышления, которая получила название Булева алгебра, и как бы вот это был первый прорыв, первый прорыв, так сказать, в области математического мышления. То есть он открывает, что в основе математического мышления лежит специальная алгебра. То есть мы мыслим алгеброй, используя как бы определенную алгебру. Ну, алгеброй называется структура с операциями. То есть там, где есть элементы и операции, которые на них проводятся, его долго бились мыслители самых разных времен, пытаясь открыть логические операции. Вот, Буль сначала отталкивался от арифметики и думал, что алгебра мышления, она такая же, как числовая алгебра, один к одному. Там есть сложение, умножение, деление, вычитание. Но когда он пытался вот так вот напрямую применить арифметическую алгебру, не все получалось, хотя явные аналоги угадывались. И тогда после ряда попыток ему удалось сформулировать несколько другую алгебру, которая похожа на арифметическую алгебру. Например, здесь также есть закон коммутативности А плюс Б равно Б плюс А, так же, как и в арифметической алгебре. Но есть еще закон единпатентности. Например, А плюс А равно А. Это то, чего нет в обычной арифметической алгебре. То есть, значит, ряд отличий существенных возникли. И одно из самых существенных отличий в том, что здесь возникла операция отрицания. Не А. Если А какое-то суждение, то вот обычно вот так она обозначается, операция. Ну или как-то немножко по-другому. Этой операции нет в числовой алгебре. Есть там операция взятия минуса. Оказалось, что логическая операция отрицания, она иная, чем операция взятия противоположного числа. Таким образом, ему впервые удалось сформулировать эту алгебру, алгебру мышления. Это вот был первый прорыв на методы математического мышления. И потом это стало бурно развиваться, и возникло целое направление математическая логика. То есть логика мышления, математического мышления, представленная как раздел математики. Вот это, конечно, удивительно. Вот. То есть была создана чистая структура, были созданы теории, которые описывают эту структуру, которые выразила законы математического мышления. Потом это стало развиваться активно. Затем логик Котлап Фреги создал более сложную логическую систему, так называемую логику предикатов первого порядка. Но он использовал очень сложную символику, которая не прижилась, но идеи основные были заложены им верно. Он попытался впервые формализовать арифметику, используя законы этой логики. Исчисление, понятно. Исчисление, нет, предикаты уже, не только суждений. У Булли это как бы была логика суждений, или исчисление calculus, proposition calculus, да, исчисление пропозиции, суждений. А у Фреги уже возникает логика предикатов. И потом, позднее уже в работах Рассела, Уайтхида, Карнапа, Гёделя, множество математиков, эти разделы начинают, очень эпид Генштейн, раннего Генштейна, таблицы истинности и так далее, очень активно развиваться в рамках вот как раз этого направления неопозитивизма. И формируются уже сложные математические системы, структуры, которые начинают всё более тонко описывать алгебру нашего мышления, структуру нашего мышления. И сегодня таких логик огромное число. Классические, неклассические, стандартные, нестандартные, интенсиональные, экстенсиональные, релевантные, модальные, с семантиками возможных миров. Огромное число разных, нечёткие логики, многозначные логики. И всё это послужило основанием первой Буллевой алгебры, которая была открыта Джорджем Буллем. Это была первая рефлексия в область того, как математики мыслить. Оказалось, что форму их мышления можно представить как строгую структуру, логическую алгебру. И таким образом математическое мышление вошло в состав расширенного вот этого объекта математики. И второй мощный прорыв – прорыв в область оснований математики, философских оснований математики. В конце концов, о чём математика, если это теория чистых структур, то вот и не просто числа, то какая вот фундаментальная категория тогда, лежащая ещё даже глубже, чем число, лежит в основании структурного математического подхода. И эта идея была выражена Бальцана, а потом Георган Кантером, немецким математиком, который предположил, что основу математического мышления, его философское основание фундаментально составляет многообразие, идея абстрактного многообразия. То есть это, по сути, вот та же самая структура, но где как бы акцент был сделан на элементы. Элементы и какую-то организацию этих элементов. Интенсионал был максимально упрощён, максимально усилен был полюс элемента, и возникло понятие многообразия, или позднее это стали переводить множество, set по-английски, множество элементов. Принятая символика, обычно вот фигурные скобки и обозначение тех элементов через запятую, если их конечное число, которое входит в состав множества. Вот эта фигурная скобка означает множество элементов А1, А2, АН, каких-то элементов. Если это, так называемый, экстенсиональный способ задания множества, есть ещё второй интенсиональный способ, когда мы указываем переменную, и то свойство, которым должна обладать эта переменная, p от x, это считается как множество тех иксов, которые обладают свойством p. Вот два основных вида задания множества, но таким способом можно задать только конечные множества, перечисляя все элементы, а вот таким способом можно задать и вот эти, и конечные множества, и бесконечные множества. Поэтому этот способ более универсальный. Таким образом, Георг Кантер кладёт в основание философских оснований математики идею множества и говорит, что математика в конце концов работает с множествами. Как множество относится со структурой? Кантер поставил задачу редукции структур к множествам. И эту задачу вместе с его последователями, эта задача была успешно выполнена. В чём отличие структуры от множеств? Ну, как я уже говорил, в множестве как бы атрофирован вот этот интенсивный элемент и гипертрофирован экстенсивный элемент. Множество – это представьте себе, как такой целлофановый мешочек прозрачный, который завязан и внутри которого находится вот такой мысленный мешочек. Он как бы ничего не делает, ничего не добавляет к элементам, кроме их группировки. Кроме их выделения, как бы, так сказать, от остальных элементов. И в этом плане никакого изменения на сами элементы не происходит. Они качества никак не меняются. Они просто выделяются среди всех остальных элементов вот как бы этим мыслительным таким мешочком. И всё, и больше ничего. В этом плане, конечно, это тоже вид структуры, но крайне бедной как бы структуры, где практически оставлен только элементный состав. структуры. Но плюс вот эта вот группировка. И Кантор поставил задачу свести структуры вот к этим мешочкам с элементами, которые их наполняют. И эта задача была успешно решена. Но это своеобразный такой математический номинализм. То есть, если мы вспомним, что в истории философской мысли были два основных направления номинализм и реализм. Номинализм – сторонники Аристотеля, реалисты – сторонники Платона. И они спорили о природе универсалий, общих понятий. И номиналисты говорили, что общие понятия существуют отдельно от вещей только в нашем сознании, а в самих вещах существуют как их общие свойства, которые нельзя оторвать от вещей. А реалисты полагали, что общие понятия существуют отдельно от вещей в каком-то особом мире идей по Платону. То есть, есть идея круглого вообще, или идея красного вообще. И она существует где-то в особом мире идей. Так вот, позиция Кантера – это была позиция Аристотеля, позиция номиналистов. Он как бы попытался максимально раздробить структуру на составляющие элементы и те интенсивные качества структуры, операции, предикаты, свести опять к элементам. И в этом плане, как бы, вот эта качественная составляющая структуры распадалась на отдельные элементы. И если качественную составляющую понимать как универсали, которые организуют, объединяют элементы, то эти универсали испарялись или как бы впитывались и оставлялись только одни элементы. Вот, поэтому вот такой редукционизм, атомизм такой своеобразный, как бы, или номинализм был совершен Кантером, и в конце концов это удалось сделать. И он предложил, что основу, как бы философского основания математики и структурного подхода составляют множество. Вот, и мы все можем представить как множество, а сами множество – это вот такие чисто номинальные просто группировки, которые никак не меняют входящие в них элементы. Вот, это была вторая рефлексия. Кроме методологической вот этой рефлексии в область математического мышления, это была рефлексия в область оснований математики. То есть была создана теория структур как теория множеств, теоретика множественного представления структур. И эта теория господствует до сих пор в современной математике. Вот, таким образом, как бы математика стала представляться как учение, универсальное учение о многообразиях. И многообразия представлялись как множество. Вот, и категория многообразия, она как бы такая фундаментальная, она, по сути, восходит к идеям многого единого в том же диалоге Парменид Платона. Хотя, конечно, Кантер максимально ослабил единое и оставил практически многое, но маленький такой, бесконечно маленький остаток единого у него всё же остался. Это вот эта группировка, вот эти фигурные скобки, которые объединяют между собой элементы многого. По большому счёту, это, конечно, многое. Это максимизация категории многого. Но, как мы помним из диалога Парменид, если многое лишит единого, то оно самоуничтожится, оно уйдёт в состояние полной неопределённости. И даже в этом состоянии сохраняется единое. Во-первых, каждый элемент един, он является некоторой индивидуальностью, единый в себе и отдельный от других. И, во-вторых, вот эта группировка всё-таки несёт в себе некоторый остаток единства. Потому что мы всё же выделяем его, как некоторое единое состояние, отличая его от других. Поэтому даже Кантеровское множество – это некоторое многоединство, если использовать такую категорию, как единство единого и многого. Много-единое – это единство единого и многого. Ну, здесь как бы ориентируясь на термин «всеединство» замечательной философской школы русской философии, философии «всеединства». Вот как бы ослабляя несколько вот это слишком насыщенное звучание «всеединство», можно его несколько ослабить и говорить так более умеренно «многоединство». Но подобный термин. В этом плане как бы Кантеровское учение о многообразии – это некоторый предельный вариант учения о многоединстве. И в этом смысле как бы это был первый прорыв в философские основания математики. математика была представлена как философия многоединства, когда рассматриваются разные многоединства, их соотношения, их координации, организации между собой. Но это многоединство было максимально редуцировано ко многому с максимальным ослаблением единого. И в этом плане здесь господствовала такая редукционистская номиналистическая традиция. Ну, с чем это, например, к каким это проблемам приводило? Это приводило, например, к проблемам трудности выражения целого. Потому что Кантер создал такую форму многоединого, которая изначально в себе вот как бы отрицала целостность. А целое – это вот как раз такая группировка, такой вид многоединого, где единое выражено гораздо сильнее, чем у Кантера. Где возникает новое качество, которое отсутствует у отдельных элементов, так что элементы, входя в это новое состояние, тоже как бы трансформируются, переплавляются, входя в целое, и становятся частями целого, а не независимыми малыми целыми, как они были до вхождения в целое. В этом плане Кантер, с одной стороны, создав огромную масштабную программу представления философских оснований математики как учения о многоединстве, с другой стороны, заблокировал развитие более холистических и платонистических подходов к трактовке многоединства. Потому что реализовал эту программу на вот таких крайне слабых формах целого, крайне ослабленных формах единого в составе многоединства. Но это все-таки был очень важный прорыв, когда философия математики, как учение о многообразии, учение о многоединстве, тоже вошла в состав математики. Дело в том, что учение о множествах построено как совершенно строгая математическая теория, аксиоматическая даже теория. Созданы многие аксиоматики, которые очень строго выражают, что такое множество, какие операции задаются на множествах, какими свойствами обладает множество, какие виды множеств бывают конечные, бесконечные, каких мощностей бесконечности бывают разные множества. Создана огромная теория. Теория множеств. Она так и называется, теория множества. Вот, это был второй рефлексивный прорыв, который расширил объект первого порядка до объекта второго порядка, теория множества. Ну и, наконец, вот третий прорыв, который я знаю похуже, и он более современный, это так называемая теория категории, которая возникает в конце XX века, активно начинает развиваться в это время. Сейчас просто испытывает огромное бурное развитие. Вот, это как бы подход к трактовке оснований математики с точки зрения преобразований структур. Когда берутся не просто структуры, а берутся переходы от одних структур к другим, они изображаются обычно стрелочками в этой теории категории. Те, значит, структуры, между которыми задаются эти преобразования, называются объектами категории, а эти стрелочки называются еще морфизмами. И вот рассматривается теория структур с точки зрения преобразований структур, одних структур в другие структуры. И эта идея еще была уклеена, когда он рассматривал разные виды геометрии и обнаружил разные уровни инвариантности, которые возникают при исследовании геометрии. То есть, есть геометрии, где очень важна метрика, например, метрическая структура. А есть геометрии, для которых не важно, какая метрика, а главное, так называемые топологические свойства, свойства соседства, порядка, например, пересечения, объединений, то есть, каких-то более общих таких свойств, которые получили название топологические, как бы связанные с местами, топосами в некотором пространстве. Вот, и, как бы, эти геометрии, они, как бы, еще такие резиновые или пластилиновые, там можно одним и тем же объектом считается объект, который можно как угодно растянуть, как угодно сжать, деформировать, лишь бы не было склеек и разрывов. А так, во всем остальном, это будет один и тот же объект. Вот в этом плане такие геометрии получили название топологии, топологические геометрии, и они более инвариантные, потому что они, как бы, не различают множество тех геометрик, у которых разные метрики, разные размеры, например, у объектов, разные положения в пространстве, но их можно рассматривать как непрерывные деформации друг друга, без разрывов из клеек, и для топологии это один и тот же объект. Вот, вот эта идея степени инвариантности, она, как бы, и преобразование между структурами, она была подхвачена в таких разделах математики, как абстрактные алгебры, и в конечном итоге вот получила свое выражение вот в теории категорий, где рассматриваются объекты категории, морфизмы между ними, задаются, как бы, тождественные морфизмы, которые переводят объекты сами в себя, вот, и задается ряд свойств для этих стрелок, чтобы, например, стрелки были ассоциативны, то есть, например, чтобы их можно было брать в разном порядке, сначала эти, потом эту, или сначала это, а потом вот эти две, друг за дружкой, чтобы они давали один и тот же результат, вот, и чтобы были композиции для любых двух стрелок, где конец одной, это начало другой, чтобы всегда эти две стрелки можно было заменить одной стрелкой, которая называется композицией этих двух стрелок. Вот, вот, как бы, эти стрелки, это некоторые преобразования на структурах, вот, и математику стали изучать, и, как бы, структуры стали изучать с точки зрения вот этих преобразований. И интересно то, что, как бы, вводя разные классы преобразований, мы вырезаем, как бы, разные классы структур, которые сохраняют некоторые основные свойства относительно тех или иных классов преобразований. Вот этих вот стрелок. И вот эти классы структур стали называться категориями. То есть те классы структур, которые сохраняются определенным классом стрелок, классом преобразований и объединяющие множество частных структур, по аналогии с категориями в философии, которые являются наиболее универсальными понятиями, объединяющими множество частных случаев, стали называть категориями. Например, категория всех векторных пространств. Это все многомерные векторные пространства, которые сохраняются при преобразовании, сохраняющих структуру векторного пространства. Или категория множеств. Это все множества и все возможные преобразования между множествами, которые сопоставляют одному множеству, другое множество по какому-то определенному правилу. Вот подход к теории категорий очень мощный, позволяет рассматривать такой динамический аспект трансформации структур и вводить уровни инвариантности, выделяя более глобальные трансформации структур, более локальные трансформации и различного рода координации между ними. Вот это один из последних прорывов в области философских оснований математики, который кладет в основание не многоединство, не множество, а вот такую динамическую трансформацию. Но в то же время его можно понимать, эту трансформацию, эту стрелку можно понимать как динамическое многоединство, которое преобразует одно многоединство в другое многоединство. В этом плане такая динамическая категория. Она тоже очень строго формализована, описана, сейчас очень активно развивается. Это второе мощное направление в философских основаниях. И сегодня разделились математики на два основных лагеря с точки зрения того, как соотносятся между собой эти два фундамента. Математики, теория множеств и теория категории. Дело в том, что при аксиоматизации теории множеств возникает проблема парадоксов, когда мы имеем дело с очень большими множествами. Эти парадоксы возникли еще в наивной теории множеств у Георга Кантера. И один из таких первых парадоксов был замечен Бертраном Расселом. И он в письме Кантеру описал этот парадокс. И после этого много лет Кантер вообще не выдавал новых результатов, будучи пораженным в самое сердце этими парадоксами, которые очень просто и органично возникали в этой первоначальной схеме теории множеств, которую он предложил. И она получила название «наивная теория множеств». Ну, например, это парадокс, связанный с теорией с множеством всех множеств, не являющихся своими элементами. То есть задается вопрос, а само это множество всех множеств, не являющихся своими элементами, является своим элементом? Там в теории множеств есть такой фундаментальный предикат принадлежности, символ которого образован от греческого ε, st, то есть быть, есть. И вот такая формула А есть Б, но А принадлежит Б, это читается как принадлежность, предикат принадлежности. Двуместный, кстати, двуместный предикат – это отношение. А принадлежит Б, А является элементом Б. Вот этот фундаментальный предикат принадлежности, теоретика множественной, он является первичным предикатом, на основе которого определяются все остальные предикаты, операции в теории множеств. Вот, и, значит, само множество, вот оно принадлежит себе или не принадлежит себе? Вот, предикат непринадлежности обозначается как вот перечеркнутый предикат принадлежности. Это, значит, Б принадлежит себе, является своим элементом, или Б не принадлежит себе, не является своим элементом. Ну, большинство известных на множество не являются своим элементом. Множество котов котом не является, да, множество стульев стулом не является. Но, например, если мы рассмотрим множество всех множеств, то оно должно являться своим элементом. Оно же множество. А с другой стороны, любое множество должно быть его элементом, в том числе, знача оно само. Отсюда возникает идея, что есть два вида множеств. Множество, которое является своими элементами, которое не является своими элементами. И вот Рассел ставит вопрос. Рассмотрим множество всех множеств, которые не являются своими элементами. И по отношению к нему исследуем вопрос. А оно-то само является своим элементом или нет? И здесь, оказывается, возникает парадокс. Потому что если оно не является своим элементом, а элементами его являются только те множества, которые не являются своими элементами, то не являясь своим элементом, оно, значит, не должно обладать свойством не быть своим элементом. А значит, оно должно обладать свойством быть своим элементом. Значит, оно должно быть своим элементом. С другой стороны, если оно является своим элементом, а элементами этого множества являются точности, те множества, которые не являются своим элементом, значит, оно тогда не должно быть своим элементом. В итоге из одного вытекает противоположное. Из того, что оно не является своим элементом, вытекает, что оно является своим элементом Из того, что оно не является своим элементом, вытекает, что оно является своим элементом Этот парадокс настолько поразил Кантера, а он очень простой Его очень просто можно записать в логических формулах Что вот это повело к большому кризису в развитии теории множеств И тогда было понято, что наивные теории множеств не срабатывают, в ней возникают противоречия И надо как-то эти противоречия преодолевать. И тогда возникли разного рода аксиоматические теории множеств, разные аксиоматики, которые теми или иными способами пытались преодолеть это противоречие. Ну и главное направление пошло в том плане, что стали выделять как бы два вида многообразий, их стали называть множество и классы. Множество – это такие многообразия, которые сами могут быть элементами. Классы – это такие многообразия, которые не могут быть элементами классов. То есть они могут содержать элементы, но сами элементами не являются для других классов. То есть это как гипер-огромные множества, типа Кантеровских множеств, всех множеств, не являющихся своими элементами. И для них были введены ограничения, их стали называть классами. И вот теория категории строится таким образом, что не обязательно объекты, на которых заданы вот эти стрелки, понимаются как множество. Они могут пониматься как классы. Если они понимаются как множество, тогда это называется малая категория. И тогда она рассматривается как бы как часть теории множеств, по сути дела. А вот если объекты категории понимаются как классы, то тогда считается, что это нечто иное, и теоретика множественная это до конца как бы выразить нельзя. Но всё-таки я полагаю, что на самом деле, с точки зрения учения о многообразии, теория категории не уходит за границы теории множеств. Потому что и понятие множества, и понятие класса – это одинаково операциональные понятия аксиоматической теории множеств. Это как бы два вида многообразий, которые как бы используются в этой аксиоматике, и эти виды многообразия использует и теория категории. Поэтому, вводя как бы новый динамический аспект в понимание структуры, то, что касается учения о многообразии, мне представляется, это моё личное мнение, опять-таки не все математики с этим согласны, мне представляется, что теория категории не привносит ничего принципиально нового, а использует имеющиеся теоретика множественной конструкции или какие-то более развитые аксиоматические представления теории множеств. Вот так, если кратко как бы обозреть, вот эти основные измерения объекта второго порядка, которые на сегодня возникли, активно развиваются, и сделали математику первой рефлексивной настоящей наукой. Таким образом, у нас на сегодня есть алгебра математического мышления. Математики не только мыслят, они могут записать в структурах, как они мыслят, и записать законы своего мышления, как объект своей же науки. Это то, что не может сделать сегодня больше ни одна другая наука. И математики могут выразить в своем объекте свою философию. Ну, не всю философию, но часть своей философии. А в качестве этого фундамента выступает учение о многоединстве, многообразии. И это они тоже могут сделать в рамках теории множеств и теории категории. Таким образом, эта рефлексивная математика, которая называется метаматематика, включила в себя свою методологию отчасти и свою философию отчасти. И стала вот такой рефлексивной наукой. В качестве объекта. В качестве объекта вот этого второго порядка. Вот. Вот это уникальный пример в этом плане. Я думаю, что этот пример может давать очень большие интересные образцы для того, как действовать дальше. И вот теперь заключительная, третья часть, как бы. Значит, первая часть, что такое математика. Это учение о чистых структурах. Вторая часть, что такое метаматематика, как математика второго порядка. И основные его направления. Математическая логика, теория множества, теория категории. И третья часть, что дальше. И вот это дальше мы в том числе будем на наших дальнейших лекциях тоже рассматривать. Значит, моя идея состоит вот в чем. Не надо останавливаться на достигнутом. Надо идти дальше. Значит, дело в чем? Дело в том, что, конечно, замечательно. Математика включила в себя много рефлексивных конструкций. Но не все. Далеко не все. И, может быть, даже не самые главные. И вот сейчас я постараюсь перечислить некоторые измерения, которые являются рефлексивными для математики, но до сих пор еще не включены в состав ее объекта второго порядка. Значит, первое, например, это сетевое обоснование. Математическое мышление строится сегодня в рамках формальных аксиоматических систем. Формальные аксиоматические системы строятся в одном направлении. Это аксиомы, которые находятся там наверху. Это правила логического вывода, которые позволяют из аксиом выводить теоремы. Из теоремы новые теоремы и так далее. Все ниже, 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 ниже в одном направлении. Дедуктивное движение. Только в одном направлении. Реальное мышление сетевое. Реальное мышление уже у многих показано. Исследователи, например, Жанна Пиаже, когда он рассматривает генетику развития интеллекта ребенка, он показывает, что, допустим, базовые категории интеллекта, например, категория пространства и времени, нельзя сказать так, что сначала развивается категория пространства, Потом начинает развиваться категория вре или наоборот. Они идут в сетевых отношениях, и там он использует эти методы последовательных приближений. Немножко развилась одна категория, чуть-чуть обогнала другую. И этот избыток развития переносится на вторую и облегчает развитие второй. Вторая обогнала первую и подтягивает под себя, как две ноги. Значит, опираясь на одну, переносим другую, потом на нее опираемся, переносим первую. Это метод последовательных приближений. Мы ходим методом последовательных приближений. То же самое происходит в этих процедурах обоснования. Там нет абсолютных оснований и абсолютных репрезентатов, то есть то, что обосновывается. Там есть узлы сети, и в каждый момент времени группа узлов выступает в этом контексте, в этот момент времени, в качестве оснований. И поток обоснования течет от них к репрезентатам, к другим узлам, которые выступают в качестве репрезентатов. А в следующий момент времени в другом контексте другая нога становится опорной, другие узлы сети становятся основаниями и определяют первые узлы, которые теперь переходят в статус репрезентатов. Но логического круга не возникает. Почему? Потому что каждый раз они меняются. Они переходят из статуса в статус и несколько изменяют свои состояния. Поэтому идет возврат не совсем к тому, что было раньше, а уже к несколько измененному состоянию. И так эта сетевая структура движется, движется, пока не выходит на насыщение. На максимальную координацию всех узлов сети, которые уже, так сказать, дальше перестают меняться в этих сетевых обоснованиях. И система застывает вот на этом, пока не появятся какие-то новые контексты или новые узлы не добавятся к сети. Вот это называется сетевая модель рациональности. Она не реализована в современной математике, в математических моделях мышления. Надо ее реализовать. И в принципе уже понятно, как реализовывать. Нужна некоторая новая структура и новая логическая теория, которая сможет формализовать и выразить эти сетевые процедуры обоснования. Реально, что это означает? Это, например, означает, что не только аксиомы обосновывают теоремы, но и каким-то образом теоремы обосновывают аксиомы. Например, как это можно понять? А вот, смотрите. Ведь хорошо, когда мы уже нашли аксиомы, из которых можно вывести все остальные теоремы. Но мы же до этого их искали. А как обычно идет поиск аксиом? Пробуют. Опираясь на те или иные факторы, интуицию или догадки, какие-то пробы, предполагают. Возьму-ка я вот эту группу суждений, как возможные аксиомы, и попытаюсь из них вывести остальные истины, как теоремы. Пробую это делать. Не получается. Возвращаясь назад опять, пересматриваю, что-то отбрасываю, добавляю какое-то другое суждение, трансформирую эти суждения и опять пробую. Вот как находятся аксиомы. Поэтому прежде чем аксиомы сформулируются, к ним идут, их ищут, идет поиск. А вот эта стадия поиска аксиомы, она не входит в математизацию научного мышления. И отсюда же возникает еще один недостаток. Нет генетики знания. Нет генезиса знания. Когда знание развивается. Это то, что Георгий Петрович Щедровицкий называл генетическая логика. Содержательная генетическая логика. То есть нам нужна логика развития, логика генезиса. То есть когда не только у нас есть готовая теория, как финал развития. И мы ее, так сказать, отполировали. И вот смотрим, как там работает процедура обоснования только в одном направлении. Живое мышление в сетевое и генетическое. То есть идет постепенное возникновение системы знания. От меньшего к большему. Нарастает инвариантность знания. А это все тоже надо отражать. Это тоже нужно выразить как математику. Какую-то математику развития. Математику генезиса генетической логики. Этого тоже нет. Но еще один момент. Субъект. Субъектные структуры не включены в рефлексию. Надо расширить рефлексию дальше. То есть я это так условно обозначу, как объект третьего порядка. Объект третьего порядка. Субъекты надо включать. Но субъекты надо тоже с умом включать. Не просто так. Пока непонятно до конца, как включить субъект. Ну, во-первых, у нас должна быть структура субъекта. У нас должна быть математическая модель субъекта. Причем субъекты нужно брать в том числе феноменологически. Как сознание. Как поле, экран сознания. В котором существует теле и феномен жизненного мира по гусарлю. И они определенным образом взаимодействуют. И это надо все математически выражать. Вот. И во-вторых, надо создать какую-то структуру, которая сможет это адекватно выразить и скоординировать ее с другими структурами. Ну вот первый такой возможный намек. Может быть, который так чуть-чуть прояснит направление, куда можно было бы двигаться. Или как это могло бы выглядеть. Вот когда мы берем структуру, даже в обычном смысле. Смотрите, у структуры есть операции, есть динамический компонент, есть статические компоненты. Статические представлены элементами и предикатами. Они как бы зафиксированы. А операции – это динамика. И в этом плане это уже напоминает как бы мир субъекта, субъектную антологию. Ведь когда математика работает со структурой, структура для него ведь существует как некоторый орган. Его телесность, определенная структурная телесность, которую он как бы надевает на себя и начинает ею работать. И как он здесь может работать? У него есть определенные операции, связанные со структурами. Когда он складывает числа, например, он совершает действия. Это эфферентная активность субъекта. Операции позволяют совершать субъектные действия. Если структуру рассмотреть как тело структурного субъекта, то те операции, которые заложены в структуру, будут действиями этого субъекта. Но действия-то совершаются целесообразно. А что значит целесообразно? Это значит движение к цели. Это значит, идет математическое мышление, и работа со структурой выступает как средство достижения какого-то финала этого математического мышления или математической деятельности. А значит, есть финал, а значит, есть целевая функция. Потому что сегодня есть целое направление в современной математике, называется исследование операций, где разного рода задачи на оптимизацию, на цели, на финалы, моделируются целевыми функциями, которые дают экстремумы, максимумы или минимумы на тех или иных целевых состояниях. Значит, эти целевые функции надо связывать со структурами. То есть, когда субъект-математик, так его назовем, когда субъект-математик действует и использует структуру для решения каких-то задач, у него есть пространство состояния, которое связано с элементами, предикатами, структурой. У него есть действия, которые связаны с операциями на этих элементах и предикатах. И у него есть цели, которые можно задать целевыми функциями. Например, функция, которая задана на множестве ситуаций, состояния структуры, и дающая минимум, например, если рассматривать как аналог потенциала, дающая минимум на некотором целевом состоянии. И в этом смысле мы можем описать уже живое мышление. Живое мышление – это силовое мышление, которое как бы затягивается в минимум. То есть, возникает сила, сила притяжения к аттрактору, к финальному состоянию. И чтобы реализовать эту силу, во-первых, субъект-математик чувствует эту силу, она его влечет, она его тянет. А чтобы реализовать ее, он может использовать операции как фрагменты траектории, которые приближают его к этому финальному состоянию. Ну, вот первые наброски, которые могут немножко нам уже показать, в каком направлении нужно двигаться. Нужно субъективировать структуру. Представить ее как орган деятельности, телесность соответствующего математического субъекта. И вести ценностные тогда конструкции, согласованные с работой этой структуры. Вот. Ну и еще один очень важный момент. Это концепт многоединства. Это более холистические подходы к выражению концепта многоединства. То есть, это выход за границы кантеровского номинализма, вот этих мешочков целлофановых, которые ничего принципиально нового не привели, а просто объединили элементы. Это создание нового учения, более холистического учения о многообразии. Когда нужно вот эти интенсивные, интенсиональные составляющие структуры не редуцировать к элементам, а рассматривать как самостоятельную целостность и саму структуру как самостоятельную целостность, где множество элементов является полюсом многого. А сама структура вместе со своими интенсивными компонентами, операциями, предикатами и итоговой организацией выступает как некоторая целостность. Но нам здесь нужна тогда философия и математика целого. Нам же логика целого. Проблема логики целого до сих пор не решена. Хотя был большой системный подход, теория систем, особенно во второй половине XX века. было множество работ, исследований. Был у нас ежегодник системные исследования. Очень много было интересных результатов получено. Но однако нового принципиального учения о многообразии в платоновском смысле так и не было сформулировано как строгой структуры, как чистой математической структуры. И феномен целого не было адекватно выражено. Было множество набросков, попыток, конкретных реализаций с привязкой к тем или иным конкретным каким-то примерам. Но вот общей формулировки выражения логики целого, то есть вот этого более холистического учения о многообразии, так не получилось. Мне кажется, здесь очень плотворно это русская философия всеединства, которую я уже упоминал. То есть проект Владимира Сергеевича Соловьева о философии всеединства, по сути, можно считать как альтернативный проект философских оснований математики. Вот это то, что никто как бы на сегодня не понимает и не подчеркивает этот момент. Потому что у Соловьева все построено на новом учении о многообразии. Он даже абсолютное выводит из всеединого. Всеединое – это особое состояние множества элементов, которые пронизаны единством в гораздо большей степени, чем у Кантера. И он очень подробно развил эту философию этого состояния. Осталось сделать немного. Структуру создать. Чистую математическую структуру, которая бы адекватно выразила это всеединое Соловьева. Или многоединство, как я его называю. Вот. Но вот, так сказать, мы тоже попробуем обсуждать эту тему в наших будущих занятиях. Таким образом, вот вы видите. Значит, прорыв есть в математике. Начало положено. Создана первая рефлексивная наука. Первые трансцендирования в область математизации мышления, философских оснований. Надо идти дальше. И вот некоторые измерения, которые я отмечаю, да, уже как бы генетика, сетевые обоснования, субъектность, математизация субъектности, многоединство, холистические подходы, холистическая теория структур, гештальты, да, по-немецки гештальт форма, гештальт философия, гештальт психология в свое время очень активно развивалась. Но и там все-таки не получилось создать вот эту логику целого. Вот. Вот таким образом вот этот обзор вот может таким вот подвести итог. Значит, математика, теория структур, первая рефлексивная наука, метаматематика, первые прорывы и необходимость дальнейших движений. Да, и последний момент. Как это теперь все выходит на философию науки, о которой я вначале говорил. Вот были эти два направления неопозитивизма и постпозитивизма. И что их принципиально отличало друг от друга? Неопозитивисты построили чистую структуру научной теории. У них же главная задача в философии науки было построить модель науки. Что такое наука? Ответить на вопрос, что такое наука. И неопозитивисты дали четкий ответ, что такое наука. Наука это научная теория для них в первую очередь. А научную теорию они построили как раздел прикладной математической логики. А это все уже было. И во многом это имя и создано было. Тут и ранний Витгенштейн, и Карнап, и Рассел. Так сказать, все это неопозитивизм. Потом постпозитивисты стали все это катековать. Почему? Субъекта не было. Не было субъекта. Они построили бессубъектную структуру научной теории. Постпозитивисты стали показывать, что в науке везде субъект. Постоянный субъект. Индивидуальный субъект, субъектные сообщества, социокультурные контексты развития науки. Наука не изолирована от культуры. Она органическая часть культуры, активно взаимодействующая с другими. А культура? Культура вся пронизана субъектными структурами. Ценностями, нормами, идеалами, деятельностями. Таким образом, огромная заслуга постпозитивистов, что они показали субъектную насыщенность научного знания. Но поскольку рефлексия математики не включала в себя субъекта, и до сих пор не включает в себя субъекта, то возникла дихотомия. Либо бессубъектная структурность, которая была реализована неопозитивистами, либо бессструктурная субъектность, непонимаемая, что такое субъект, как математическая структура. Вот. И в итоге получилось, что неопозитивисты развили первый полюс. Они создали замечательную, строгую, структурную модель научной теории, но без субъекта. Выбросили оттуда все, что относится к человеку, ценностям, и все это объявили метафизикой. Потом правильно пришли постпозитивисты, сказали, нет, это же самое главное, попер, кун, локатос, фирабин, другие субъекты, это самое главное, вернули субъекты наук, выбросили структуры. Вот видите, одно поднимается, другое тонет. Вот. Так вот идея какая? Создать структурную субъектность. Если нам удастся создать, структурировать субъектные концепты, то в этом случае мы сможем создать синтез по отношению к неопозитивизму как тезису и постпозитивизму как антитезису и синтезировать все то хорошее, что у них было. Что хорошее? Структурность у неопозитивизма и субъектность у постпозитивизма. Нам нужна субъектная структурность. Вот каким образом неожиданно как бы вот эта тема метаматематики она еще как бы третьего порядка начинает выходить на тему решения очень многих вопросов в том числе создания новой модели научного знания, которая была бы такая же строгая как у неопозитивистов, но и насыщенная субъектными структурами, субъектностью как у постпозитивизма. Это будет наша последняя лекция, если план наш реализуется, где мы собираем вот эти разные разные веки вот этих различных направлений повышенных трансценденций от объекта 2 к объекту 3 метаматематики, в финале попытаемся их все сгруппировать и выйти на эскиз. Это, конечно, тема для целых больших научных исследований. Максимум, что нам удастся сделать. эскиз новой философии науки, нового образа научного знания, научной теории, научного мышления как субъектной структурности. Спасибо за внимание. Пожалуйста, есть какие-то вопросы? Вопрос у меня возник. Скажите, а вот в космологии и вообще в теоретической физике разве субъект уже как бы не включен в поле построения теории. Допустим, есть же знаменитый антропный принцип, который включает в себя субъект явным образом. Давайте посмотрим, как он включен. Утверждается некоторое пространство возможностей, возможных вселенных. Водится понятие антропных вселенных. Вселенные, которые совместимы с феноменом разума, жизни и разума, как он нам кстати известен. Оказывается, что таких вселенных исчезающее вообще бесконечно малое количество по сравнению со всем огромным вариантом всех возможных вселенных. И тогда антропный принцип вводится как основание выбора из всех этих возможных вселенных вот этого уникального состояния вселенной, где возможны жизнь и разум. Все, больше никак. Но это очень слабая структура. Это просто как бы так сказать констатация, что был некий субъектный фактор, который совершил вот этот выбор. А что это за фактор? Никакой структуры в самой физике этому фактору. Чуть больше мы имеем дело в квантовой физике. Как интуиция. Да, это вот такая смутная интуития. В самой структуре это присутствует как процедура выбора. Но это процедура выбора можно мыслить и стахастически, случайно, можно и субъектно, можно по каким-то законам объективно и так далее. То есть явным образом субъект не прописан. А можно второй вопрос сразу? Возвращаясь к вашему началу и к концу, когда вы говорили о логическом позитивизме и постпозитивизме. Вы знаете, вот ни в одном практически учебнике и пособии по философии науки современной Гузовский, Лебедя, Степин и прочее почему-то не приводится феноменология, как своего рода учение о науке, которое в том числе занималось основаниями арифметики, когда Гузов любил сначала под влиянием психологизма, пытаясь его избежать, уже перестроил свое мировоззрение. Кстати, по многому благодаря критике от Фреги которым он писал письма при этом. А вот почему феноменология не досталась в 20 веке своего места в рамках философии науки? Или это какая-то грань непроходимая? А вот опять та же самая дикотомия между структурностью и субъектностью. Гусарь начинал со структурности, потом обнаружил очень насыщенную субъектность и покинул структурность. То есть он ушел из математики, он перестал заниматься математическим методом и начал строить феноменологию очень экзистенциально, как можно было бы сейчас сказать. А вот мне кажется, вот это, может быть, на том этапе было необходимо и неизбежно, но очень интересно построить строгую феноменологию. то есть добавляет теперь структурный метод к построению феноменологических конструкций. Но опять вопрос, как это делать. Например, в Гусаре очень развита мириология, ну, есть интересные размышления, связанные с учением отчасти и целого, их отношением, да, но опять это структурно не было реализовано. Так что, вот поэтому, наверное, потому что философия науки все-таки держится структурности, хотя бы какой, даже постпозитивизма, остаток структурности в определенной степени сохранить в той мере, что это все же рационализм, философский рационализм, вот, а феноменология и экзистенциализм ушли за границы философского рационализма. Наверное, вот поэтому. Может быть, они просто как бы расширили свой методологический аппарат в плане признания жизненного мира, жизненных запросов, душ, но одновременно погрузились в очень такие нечеткие, смутные, очень многозначные интерпретации, смыслы, да? Ну да, отсюда французский экзистенциализм. Ну, в принципе, понимаешь, что там есть структура. Они описывают, например, какую-то конструкцию, феноменологическую конструкцию. Структура, они сложные. Она довольно, передается настолько насыщенным субъектным языком, энергийным, и настолько маскируется, как бы, и это и составляет, как бы, максимальный такой стиль этого философствования, да? Что сказать, ребята, да вы же говорите тривиальность, если сказать это обычным языком, ну, это вот А равно А, да, или там А не равно Б, да? Но это будет уже, ну, вот, как посягательство на святыню. Поэтому феноменологические дискурсы, они сводятся к очень сложным птичьим языкам, да, вот такой поэзии своеобразной, но где структурных смыслов немного, и они не очень богатые. В отличие от гуселя и основателей этих направлений, где, в общем-то, много... Да, пожалуйста, еще вопрос. Елена Борисовна, нет? Да. Ну, из всего, спасибо, приходите на следующую встречу. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...